и сейчас пожалуй самая интересная часть нашего видео курса основы ритмики с вами никита сталкер звук.ру здесь мы разберем классические такие достаточно узнаваемые паттерны которые так или иначе относятся к разным стилям ну и возьмем самые основные распространенные это так house breaks break beat dubstep drum and bass остальное уже думаю вы разберетесь сами потому что достаточно лишь увидеть корневые отличия а потом уже конечно все будет более понятно и в других направлениях и так самое важное что стоит сказать что помимо ритмических отличий конечно же указать за каждым направлением уже закрепились свои определенные еще и характеры звучания тембры барабанов то есть если мы возьмем например техно или house и транс то в принципе кроме там чуть большего может быть темпа сам ритмический рисунок в том же в направлениях ответвления транса зачастую точно такой же как и в техно и в хаосе но звучит совершенно иначе это обусловлено тем что там используются другого характера сэмплы другого характера обработки накручиваются в целом вот сведение да немножко другое это уже такие тонкости но в целом ритмика там очень похожи поэтому я не буду выделять отдельно там какие-то направления транса я сейчас очень на самом деле грубо покажу эти рисунки конечно же их очень много разновидностей сейчас все очень сильно перемешивается из одного стиля берутся сэмплы из другого грувы все это смешиваются получаются порой новые какие-то направления это все очень интересно я думаю вы этим займетесь и сами а сейчас я вам просто покажу базовые ритмы и так например если мы берем тег тег house техно house различные разновидности то в целом это это грувы это стиле с так называемой прямой бочкой то есть когда бочка идет ровно на сильные доли то есть на первую на вторую на третью на четвертую и в целом грувы звучит вот таким образом извиняюсь темп немножко медленнее стоит сделать на самом деле все что нам нужно вот здесь это пожалуй вот это ну может быть еще хай-хэт то есть вот эти элементы лишним это такие уже украшательства можем удалить по сути схема вот этого вот бита прямого дискотечного она вот такая идет бочка на каждую четвертую на каждую второй удар бочки идет снэйр или клэп и между этим идут удары хай-хетов а дополнительные вот эти украшательства это уже конечно все делается потом что придает ритму еще дополнительную какую-то тягучесть вот этот грув так называемый ну что ж вот это вот рисунок техно теперь давайте для сравнения мы возьмем немножко другой рисунок я его назвал break beat в принципе breaks стиль построен на подобном рисунке и в дальнейшем вы видите что и drum and bass частично похож конечно я использую те же самые сэмплы эти сэмплы можно больше поднести к стилистикам техно house и к стилистике breaks и break beat они не очень то все подходят но я не стал растягивать время данного видеокурса на подбор сэмплов и просто воспользовался теми же сэмплами потому что сейчас мы говорим непосредственно о ритмике давайте немножко увеличим темп потому что как правило это более высокий темп и послушаем как это звучит чем же отличается сделаем вот здесь вот одну четверть чтобы увидеть и здесь мы видим что часть ударов бочки у нас идет не на сильную долю не на не на один не на вторую не на третью не на четвертую четверть то есть первый удар бочки у нас идет на первую четверть второй удар между первой и второй четвертью то есть это уже восьмые ноты третий удар ровно идет на третью четверть и четвертый удар опять между в середине четвертой четверти стоит и если мы сейчас уберем вот эти вот хай-хеты которые могут нас отвлечь перкуссию то мы услышим что основной костяк данного ритма составляет именно вот это вот связка бочка snare можем даже убрать вот эти избыточные тоже звуки по сути вот это вот так называемый ломанный ритм который лежит в основе таких стилей как breaks break beat еще какие-то различные разновидности очень много не буду вспоминать и drum and bass конечно же потому что по сути если мы поднимем темп чем не drum and bass нам остается добавить вот такие вот звуки может быть их продублирует если мы сделаем вот такой рисунок ну конечно тут необходимо какая-то динамика да там допустим если мы немножко сделаем по громкости разные эти звуки будет более интересно можно сделать их короче ну и в целом получается что такое вот похожее на так называемый drum and bass ритм то есть увидите что breaks break beat и drum and bass это все очень похожие структуры вернем все как было и давайте теперь перейдем к популярному нынче даб степу это чем-то похоже тоже это ломанный ритм конечно же похоже на break beat только как будто бы в два раза медленнее то есть если здесь мы видели у нас идет допустим удар с нейра на вторую долю на четвертую то здесь за один такт у нас всего лишь один удар идет на третью долю давайте послушаем как это звучит то есть если break beat звучал вот так то даб степ как будто бы темп на самом деле остался тот же но как будто бы он стал в два раза медленнее да то есть увидите что разная расстановка по долям она позволяет очень ну это очень сильное средство для вот именно творческого выражения немножко поменяли доли у нас совершенно другое настроение другой грув получается давайте поставим по порядку все три грува и послушаем их что это один и тот же темп по сути но звучит все абсолютно по-разному даже на одних и тех же сэмплах ну и в последующем завершающем видео данного вводного видеокурса по основам ритмики я затрону вопрос о том как же создаются очень качественные и крутые грувы